Приветствуем всех на нашем канале Aromas and Flavors. Здесь мы рассказываем о лекарственных растениях и кулинарии. Если вам нравятся наши видео, не забывайте лайк, подписка, колокольчик. А мы с вами сегодня готовим турецкий рецепт. Сладость называется Наташ Кадаив. По сути, это марокканские блинчики с начинкой, вымоченные в сиропе. Ну, если так перевести, так сказать, на наш язык, что мы будем с вами готовить. Итак, какие ингредиенты нам потребуются? Ингредиенты все уже, в принципе, вы видите, в каком объеме будут нужны. Значит, мука вот так, не полный стаканчик. Дальше манка, полный стакан. Половина стакана теплого молока, соль. Половина лимона, из него мы будем выжимать сок. Дрожжи, сахар, масло для жарки и орехи грецкие. Все. Еще дополнительно нам потребуется вода, где-то около 400-450 миллилитров. Но воду нужно будет смотреть по факту, когда будем замешивать тесто, чтобы получить нужную консистенцию. Итак, что мы делаем первым делом? Первым делом мы будем готовить с вами шербет. Шербет в Турции, это не только напиток. Кстати, рецепт этого напитка есть у нас на канале, вы можете посмотреть. Но также шербетом называют сироп, которым заливают сладости, либо вымачивают сладости в этом сиропе. Например, всеми любимая пахлава также заливается шербетом. Итак, как мы готовим с вами шербет? Для шербета нам потребуется 2,5 стакана сахара, сок половинки лимона и 1,5 стакана воды. Да, вот именно в такой пропорции, 2,5 стакана сахара, 1,5 стакана воды и сок половинки лимона. Все эти ингредиенты мы смешиваем в кастрюльке, доводим до кипения, кипятим буквально минутку или две и отправляем остывать. Вот такой шербет получается. Он довольно жидкий, то есть он не будет вязким, но такой оттенок немного желтоватый у него получается из-за большого количества сахара. Шербет нам надо полностью, абсолютно полностью охладить, потому что когда мы будем горячие наши сладости закидывать в шербет, он должен быть холодный, иначе тесто превратится в такую жижу непонятную. Поэтому шербет должен быть абсолютно полностью холодный, именно поэтому мы готовим его первым, а дальше уже приступаем к приготовлению теста. Так, шербет я отставляю и переходим с вами к тесту. Сначала мы будем с вами готовить опару. Для опары я смешала половину стакана молока, две столовых ложки сахара и одна чайная ложка сухих дрожжей, можно чуточку больше. Можно в принципе целый пакетик, там он чуть больше идет, но как бы нормально. Все это перемешиваем, желательно перемешать это все деревянной ложечкой. Ну, честно говоря, это по желанию, но в турецком рецепте и турки почему-то перемешивают эти смеси всегда деревянной ложечкой. Я, честно говоря, обычно мешаю самой обычной железной, и все у меня прекрасно подходит. Вот, ну, будем делать как делают турки. Хорошенечко все перемешиваем и отставляем нашу опару, чтобы дрожжи начали активизироваться. Итак, вот опара наша готова, видите, ну, буквально 5-10 минут, подходит очень быстро. Я тем временем смешала нашу манку, муку и одну чайную ложечку соли без горки. Сюда мы выливаем опару и будем добавлять теплую воду, чуть выше температура, чуть выше комнатной. Где-то 400-450 миллилитров, но будем смотреть по консистенции теста. Все, замесили наше тесто как на блины. Накрываем его пленкой и отправляем в теплое место подойти где-то минут 40. Ну, в зависимости от того, может, у кого-то быстрее подойдет. Хотите быстрее, можно поставить на небольшую температуру в духовку, буквально там 30-40 градусов. В общем, отправляем наше тесто подходить. Вот наше с вами тесто готово. Приступаем к жарке. Жарить мы будем такие небольшие блинчики, толстенькие они у нас должны быть. Жарить мы их будем с вами с одной стороны. Сковородку мы разогреваем перед жаркой и абсолютно ничем не смазываем. Жарим без масла на сухой сковородке. Вот такой блинчик у нас должен получиться. Видите, не выжариваем ничего, жарим только с одной стороны. Вот у нас тесто должно прихватиться. Сюда теперь быстренько ложим начиночку, пока там второй блинчик у меня жарится. И закрываем, как обычный вареник. Вот такой вот у нас вареник получился. Готов к нашей последующей жарке. Ну и, собственно говоря, все тесто вот так вот прожариваем и начиняем грецкими орехами. Орехи, кстати, я вот видите, подробила вот так. Вот такое количество заготовочек у меня получилось. Вот теперь мы будем наши такие вот заготовочки обжаривать. Обжаривать будем в кипящем масле, поэтому нужна будет сковородка с высокими бортиками. Я решила себя не обманывать, сразу взяла кастрюльку. Вот, потому что у меня вечно все стреляет, вечно все непонятно где, поэтому я сразу взяла кастрюльку. Что хочу сказать, в Турции большинство хозяек само вот это тесто не готовят. Оно продается готовое уже на рынке, вот, но не обжаренное, скорее всего, на сковородке, как обжарила я, потому что видно, что немножечко подрумянилось. Вот, а скорее всего, они его сушат. Вот, и в таком сушеном виде готовое это тесто продается. Ну, честно говоря, я сомневаюсь, что оно будет очень хорошо лепиться в такие варенички в высушенном виде. Ну, хотя я видела, что моя свекровь покупает всегда, покупала всегда готовое тесто, и вот готовое тесто она использовала уже высушенное вот этими такими кружочками, и из него готовила эту сладость. Вот, ну, я решила, что я его приготовлю дома, заодно и вам покажу, потому что не у всех есть возможность купить его в готовом виде. Итак, сейчас я подожду, пока закипит масло, и буду отправлять обжариваться наши заготовочки до золотистой корочки. Как только они обжарятся, вот, вынули из кастрюльки обжаренной, сразу же их нужно опустить в холодный шербет. Вот в таком бурлящем масле мы обжариваем, обжариваем до золотистой корочки на большом огне. Задача такая, чтобы сверху поменялся цвет, и оно превратилось, ну, такая корочка появилась, а внутри, чтобы тесто осталось еще мягким. А как только мы вынули, мы сразу же отправляем наш шербет, и хорошенечко вот так сверху поливаем все, либо окунаем, если мисочка глубокая. Где-то минутку-две нужно подержать в этом шербете. Здесь у меня, видите, вот, жарится очередная партия, здесь у меня пропитывается очередная партия, и сразу же можно выкладывать на тарелку. Вот, буквально 1-2 минутки, и выкладываем на тарелку. Вот такую турецкую сладость, ташка да ифы, мы получили с вами на выходе. Спонсор моего сегодняшнего рецепта, мои соседи, они мне недавно принесли вот эту тарелочку с угощениями, ну, пустую, чтобы не отдавать. Вот я приготовила вкусняшки их турецкие, и, собственно, им же и отправлю эту тарелочку. И пока мой муж относит сладости соседям, я вот одну штучку оставила, чтобы показать вам, как она выглядит в разрезе внутри. То есть, видите, вот это вот тесто, оно мягенькое, а сверху корочка. Внутри орешки, вот так выглядит внутри. Если вы любите турецкие сладости в сиропе, в шербете, обязательно попробуйте, вам должно понравиться.